Субтитры предоставил DimaTorzok Теплую одежду все бойцы нацгвардии получат до 10 октября, заявил первый заместитель командующего нацгвардии Александр Кривенко. По его словам, полностью завершена закупка продуктов на осенне-зимний период. Идет активная подготовка к зиме военной техники и блокпоста в зоне проведения АТО. Нацгвардийцев обеспечат термобельем, бушлатами, берцами и прочим омбудированием. Все вещи преимущественно отечественного производства, рассчитанные на температуру до минус 20 градусов. В целом, на подготовку наших бойцов к зиме из госбюджета выделили 97 миллионов гривен, сообщил Александр Кривенко и напомнил, что состав национальной гвардии Украины увеличился до 60 тысяч бойцов. Все бойцы, которые выполняют задачи в зоне АТО, обеспечены на 100%. Остальные бойцы в пунктах постоянной дислокации, а это все областные центры Украины, до 10 октября будут тоже обеспечены. На сегодня у российской власти нет политической воли выполнять мирные договоренности. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на встрече с постоянными представителями стран ОБСЕ. Глава правительства напомнил, что согласно мирному плану Россия должна была вывести свои войска из Украины. Это условие не выполнено, как и договоренность о прекращении поддержки террористов на Донбассе. Также не восстановлен контроль над границей. Со своей стороны Украина делает все возможное для деэскалации ситуации на Донбассе и поиска мирного решения. С нашей стороны мы делаем все возможное для деэскалации ситуации, чтобы найти мирное решение. Мы глубоко обеспокоены тем, каким образом выполняется договоренность о прекращении огня. Ведь вам хорошо известно, что каждый день украинские солдаты находятся под обстрелом возглавляемых Россией террористов. Мы теряем военнослужащих, теряем мирных жителей. Мы призываем Россию сделать все, чтобы остановить стрельбу со стороны возглавляемых Россией террористов. Два беспилотника для мониторинговой миссии ОБСЕ доставили в Украину и сейчас они проходят таможенное оформление, сообщил пресс-секретарь миссии ОБСЕ Майкл Буцюркив. По его словам, беспилотные летательные аппараты привезли из Австрии. Формируется группа гражданских специалистов, которые будут работать с этой аппаратурой. Использование беспилотников начнут через несколько недель. Самолеты повысят результативность работы миссии ОБСЕ, отметили в СНБО. Тем временем террористы продолжают усиленно штурмовать Донецкий аэропорт. Накануне вечером они предприняли попытку атаковать с двух сторон. Танки и артиллерия наемников били по терминалам практически прямой наводкой. Бой за воздушную гавань длился до поздней ночи. Украинские военные отбили все атаки. Тем временем в район аэропорта прибыло до 10 единиц российской бронетехники. Столько же машин перебрушено в район Авдеевки. Возле Докучаевской Новоазовска сосредотачивается дополнительное подразделение российской армии, а также бронетехника и артиллерия. Туда же прибыло около 30 грузовиков со снабжением. Вместе с тем между боевиками из разных группировок продолжаются вооруженные стычки. По уточненным данным, 4-5 октября в Донецке погибли 7 мирных жителей, 20 получили ранения, сообщили в Горсовете. Орудийные залпы и взрывы не смолкали. И все воскресенье ночь прошла в относительном затишье. Утром обстрел возобновился, особенно неспокойно в Петровском, Киевском и Куйбышевском районах. В результате попадания снарядов и пожаров повреждены и разрушены жилые дома на более чем 20 улицах. Вот эти последние дни, это вообще ужас. Это просто ужас. Это надо такую голову иметь, чтобы на кварталы бить. Я не знаю. Я не знаю, что это. Что это за люди. Как это можно? А что мы делаем? Сидим вот, ждем. Чего не знаю. Представители МВД и Национальной гвардии Украины не принимали участие в разработке плана имперации под Иловайском, утверждает заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой. Общее руководство осуществлял начальник Генштаба Вооруженных сил Украины генерал Виктор Муженко. По словам замминистра, украинские военнослужащие должны были входить в Иловайск в следующем порядке. Подразделения Минобороны, за ними подразделения МВД и добровольческие батальоны, которые должны были защищать город и охранять в нем порядок. В ходе операции такая очередность была соблюдена, отметил Сергей Яровой. И подчеркнул, что подразделения МВД для выполнения их задач и функций было достаточное количество вооружения. Три законопроекта о борьбе с коррупцией рассмотрит Верховная Рада завтра на своем неочередном заседании. Один из них президентский о создании Национального антикоррупционного бюро, которое будет расследовать факты взяточничества. Два других правительственных предлагают новые механизмы выявления коррупции. Подробнее об этом расскажет Анна Каменева. Нет коррупции в самых высших эшелонах власти. В правительстве решили не только бороться с мелкими чиновниками-взяточниками, но провести тотальную чистку в рядах высокопоставленных госслужащих первого, второго и третьего рангов. Это начиная с членов правительства, администрации президента, министров и заканчивая руководителями центральных органов исполнительной власти, главами местных администраций. Большую рыбу надо ловить в борьбе с коррупцией. Антикоррупционный кодекс обяжет всех чиновников, прокуроров, судей и представителей правоохранительных органов в электронном виде декларировать не только свои доходы, но и расходы, в том числе об имеющихся ценных металлах, наличной валюты и других ценностях. Декларации будут в открытом доступе. Каждую из них проверит специально созданная национальная комиссия. Национальная комиссия создается путем публичного конкурса. В национальную комиссию входят представители общественности, которых будет большинство. Это была принципиальная позиция правительства и экспертной среды, чтобы этот орган был действительно независим и имел серьезные гарантии невозможности какого-либо влияния, в том числе и правительства, на его деятельность. Второй правительственный документ обяжет Минюст открыть все госреестры недвижимости. В ведомстве говорят, готовы это сделать в течение месяца после принятия закона. Кроме того, планируют вывести на чистую воду чиновников, которые негласно имеют свои компании. Первое основное задание – это раскрытие информации обо всех реальных собственниках любых украинских компаний. Чтобы чиновники не прятались за родственниками, за офшорами, за членами семьи, за тещей. И за кем-либо, кто не является номинальным собственником. А фактически собственниками являются чиновники. Голосование за эти антикоррупционные инициативы – это своего рода тест для депутатов. Действительно ли они готовы бороться с коррупцией, или же эти лозунги – просто предвыборный пиар. Анна Каменева, Александр Грибань, ВТБ. С коррупцией решили бороться в сфере нотариальной деятельности. С сегодняшнего дня для того, чтобы стать нотариусом, абитуриент должен сдать электронный анонимный экзамен. Тестирование будет проходить четыре раза в год. На первом таком испытании побывала и наша съемочная группа. Девять часов утра. В Минюсте толпа желающих стать нотариусами. Но станет лишь тот, кто сдаст электронный экзамен. У каждого абитуриента свой логин и пароль для входа в систему, чтобы исключить любую возможность подтасовки результатов. Тест состоит из двух частей – теоретической и практической. В теоретической части есть 90 тестовых вопросов для каждого абитуриента. Но компьютер, в который уже вложено почти две тысячи вопросов, сам формирует для каждого и выбирает вопросы, которые не повторяются в количестве 90 штук. Надо набрать минимум 72 балла. После этого компьютер разрешит перейти к практической части. Абитуриенты должны проанализировать документы и найти в них ошибки. Кроме этого, решить несколько задач из практики нотариуса. Здесь нужно набрать 40 из 50 возможных баллов. И только тогда абитуриент сможет стать нотариусом. Такое тестирование, говорят в Минюсте, поможет избежать коррупции в нотариальной сфере. Ведь до этого дня последнее слово всегда было за комиссией, в которой проводилось обеседование. Коррупция заключалась в том, что именно комиссия через субъективные факторы, через то или иное отношение к тому или иному абитуриенту, принимала решения в отношении тех, кто может быть нотариусом. Цифры ходили огромные – от 20 до 100 тысяч долларов. Поэтому мы решили, что единственный способ, каким образом можно побороть коррупцию в этой сфере – это ввести электронные анонимные экзамены по принципу внешнего независимого оценивания. Если абитуриент не сдал тесты, может попытаться еще раз, но через год. Уже действующие нотариусы проходить переаттестацию не будут. Хотя, как сознаются в Минюсте, ни один работающий специалист так и не смог пройти пробное электронное тестирование. Анна Каменева, Александр Грибань, БТБ. МВД совместно с Национальным банком Украины начали работу с нелегальным обменом валют, сообщили в пресс-службе министерства. Цель рейда – прекратить работу нелегальных и полулегальных обменников. Стартовала акция в столице. Напомню, Нацбанк принимает экстренные меры, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Для борьбы с теневым оборотом принято решение привлечь правоохранительные органы. И в перспективе гривня может укрепиться на уровне 11,7 за доллар. Об этом заявила председатель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева. По ее мнению, укрепление национальной валюты возможно после стабилизации ситуации на Донбассе. Также Валерия Гонтарева считает, что промышленный потенциал Украины можно восстановить за полгода. Возможности устранения дисбалансов в украинской экономике председатель НБУ планирует обсудить с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. Встреча состоится в Вашингтоне уже в среду. У меня будет встреча с Кристин Лагард и с господином Липтоном. И говорить мы будем как раз об этом. Для того, чтобы нам помочь устранить наши дисбалансы, с тем, чтобы мы за полгода смогли восстановить наш промышленный потенциал. Как только мы его восстановим, мы с вами однозначно можем уже думать не про курс, даже 12.95, о котором мы говорим. А снова будем думать про курс как минимум 11.70, как мы это видим. Но для этого нам надо сейчас время. Еврокомиссия готова гарантировать погашение задолженности Украины за российский газ в размере 3 миллиардов 100 миллионов долларов. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак. По его словам, 26 сентября в ходе трехсторонних переговоров в Берлине обсужден график реструктуризации задолженности до конца года. Тогда Еврокомиссия предложила Украине закупить у российского Газпрома на условиях предоплаты 5 миллиардов кубометров природного газа по цене 385 долларов за тысячу кубометров для прохождения осенне-зимнего периода. В Словакии подтверждают обязательство обеспечить реверсные поставки газа в Украину, заявил на пресс-конференции во Львове госсекретарь Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Петер Бурян. По его словам, в Братиславе понимают, насколько вопрос энергетической безопасности является важным для Украины, а также подчеркнул, что поставки голубого топлива проходят в полном объеме и достигнут 10 миллиардов кубометров в год. Далее важные государственные вопросы будут обсуждать в программе «Национальный интерес». Смотрите сразу после финансовой информации. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok